Существующую систему ценообразования в организациях, которые работают в сфере общественного транспорта в Сызрани, депутаты назвали удручающей. В городской думе заявили, что бесконтрольное повышение стоимости проезда в частных автобусах больше не устраивает власти. Сейчас, когда перевозки пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам, предприниматели сами устанавливают стоимость проезда и решают, когда это делать. В то же время частники не могут работать себе в убыток. Им государственные субсидии не платят. Компенсируют убытки лишь муниципальному предприятию СПАДП. И частники, получается, они идут только на нерегулируемый маршрут. И социальный целый провал идет. И компенсация с бюджета до 62 миллионов. Здесь вот всю вертикаль надо пересмотреть. Но опять в диалоге и с частными перевозчиками, и с нашим муниципальным предприятием. Более того, муниципальный контракт на расписание частных автобусов не заключается. Получается, что частники берут на обслуживание маршруты, а едут, когда хотят, заявили в Думе. В результате не стихают жалобы жителей на отсутствие автобусов после 7 часов вечера. Вернуться домой по вечерам, кроме как на такси, очень затруднительно. Представитель транспортного отдела отметил, что нормально возят пассажиров только в сторону юго-западного района. Вечером 35 и 65, и они до 10 стабильно у нас считают перевозки. Я думаю, что здесь проблем, особенно в сторону Ангары с центром, но не должно быть. Обслуживать убыточные маршруты, которые ходят на окраины города, частникам экономически невыгодно. Их ресурсы истощены, и с начала года некоторые транспортники уже дважды повышали стоимость проезда. Для изменения ситуации необходимо переходить на регулируемые тарифы в автобусах. Сейчас муниципальные ведомства уже ведут расчеты по всем автобусным маршрутам, чтобы определить оптимальную стоимость проезда. Однако тогда убытки частных перевозчиков придется компенсировать субсидиями из городского бюджета. Еще проблема, что билетов, не считая электронных касс, ни частники, ни муниципалы зачастую пассажирам не дают. То есть деньги за проезд собирают бесконтрольно, заявили депутаты. А еще водители отвлекаются от дороги, выполняя обязанности кондуктора. Искоренение этого факта является основной задачей нашей, но, к сожалению, ситуация и в том, что мы пока не можем найти другой способ для приема средств. Представители городской администрации отметили, что регулируемые тарифы неизбежны. Они позволят больше получать субсидий из областного бюджета для общественного транспорта. Анатолий Волошинский, Вести детально.